Йога Я думаю, что у каждого дома есть такой стул, примерно такой Самое главное, чтобы этот стул был вот с такой спинкой Чтобы между спинкой и сидением было пространство, куда вы сможете, если понадобится, вытянуть ноги, положить ноги или вытянуть руки Также этот стул должен быть достаточно крепким, он может быть даже складным, но крепким Также вам понадобятся сегодня вот такие пледы, либо какие-то другие пледы или одеяла Чуть попозже вы увидите, для чего они понадобятся, но сначала приготовьте их И также в конце занятия, в конце практики вам понадобится ремешок для шавасаны Сегодня будет очень интересная и очень хорошая шавасана, это поза отдыха, поза расслабления Для максимального расслабления шейного отдела Также вместо этого ремня вы можете использовать любой пояс Главное, чтобы ширина этого ремня была достаточно, или пояса достаточно такой широкой, хорошей Чтобы она была как опора для вашей головы Вот, все эти материалы вы можете приготовить, положить просто рядом с собой И сейчас мы с вами приступим непосредственно к практике Сядьте, пожалуйста, удобно на своем коврике Скрещивайте ноги перед собой в швастикасану Если вы чувствуете, что вы падаете назад и вам тяжело сидеть, то сядьте выше на любую опору Например, на эти же одеяла Вытащите из-под себя ягодицы, прямо из-под себя и в стороны Так, чтобы вы смогли почувствовать середину седалищных костей Затем поставьте руки в пол по обе стороны от костей таза И немного отталкиваясь руками, поднимаем грудную клетку и довытягиваем себя Расправьте плечи, раскройте грудной отдел Посмотрите прямо перед собой, ваш подбородок параллелен полу Приподнимите руки и соприкосните ладони перед грудью Окажите небольшое давление ладони друг на друга И закройте глаза Успокойте свое дыхание Мягкий спокойный вдох И такой же мягкий спокойный выдох На каждый вдох мы вытягиваемся с вами еще макушкой наверх Вытягиваем и удлиняем полностью весь позвоночник А с выдохом отпускаем все лишнее напряжение из своего тела Расслабьте лицо Разомкните зубы Расслабьте губы Расслабьте живот Пусть он будет в легком тонусе Позволяйте животу подниматься вверх за ребрами Расслабьте ноги Расслабьте ноги Внутренние пахи, внутренние бедра Позвольте коленям опускаться вниз Но при этом таз удерживайте очень компактным и тяжелым От тяжелого таза мы еще вытягиваемся наверх Полностью успокойте все органы восприятия Все органы чувств И постепенно всю энергию органов восприятия Обращайте вовнутрь и направляйте в себя Точно так же полностью успокойте свой ум Разум И постепенно ясный и спокойный ум Мы тоже обращаем вовнутрь и тоже направляем в себя И сейчас мысленно от чистого сердца Поприветствуем всех учителей и мудрецов Кто донес до нас азы практики йоги Свет йоги Поприветствуем так же себя Свой чистый разум, чистое сознание, готовое для практики Свет внутри себя и свет внутри друг друга Склоним голову Таким движением мы склоняем разум головы перед разумом сердца Распустим руки, положите их на бедра Приподнимите голову и позвольте глазам открыться Отлично, мы с вами настроились на практику Сейчас соберите колени и уведите ноги назад Сядьте, пожалуйста, на пяточки в аджирасану Пятки направляйте как можно ближе друг к другу Руки поставьте в бедра, положите И вытянитесь максимально наверх, удлините себя Убирайте прогиб в пояснице И отсюда урдха бадхангулясана Вытяните руки прямо перед собой Переплетаем пальцы рук, берем замок Выворачиваем этот замок от себя Плечи вставьте на место, то есть кость плеча вставьте в плечо И на вдох поднимите руки наверх Хорошенько вытягиваемся сейчас руками вверх И немного назад туда за линию ушей Лопатки выталкивайте вперед И раскрывайте максимально грудную клетку Выпрямляйте локти Стягивайте кости плеч между собой А с запястьями разрывайте замок Вытягивайте за руками боковые поверхности туловища И постепенно расширяйте боковые поверхности грудины Копчик больше опускайте вниз На выдох руки опустите вниз Выворачиваем замок Берем неудобный замок, то есть сместите все пальцы на один Выверните этот замок от себя Направьте кости плеч в плечи На вдох поднимите руки наверх И хорошенько опять потянитесь руками вверх и назад Машенька, чуть больше убирай нижние ребра назад И вот эти подвздошные кости, да, тоже роняем назад Старайтесь не прогибаться в пояснице Отводите боковые отрезки талии назад А лопатки наоборот выталкивайте вперед Руками тоже уходите назад То есть растягивайте себя, раскрывайте грудину Руками тянитесь хорошенько вверх И затем на выдох мы опускаем руки, выворачиваем замок, распускаем, встряхиваем, избавляемся от напряжения Отлично! Давайте поднимемся наверх Вырастаем Сейчас, Маша, переходи на мой коврик Этот коврик я пока сверну Мы берем стульчик и ставим стул просто перед собой Пока только спинкой к себе Нет, я тебе поставлю стульчик То есть ты сейчас будешь делать, я тебе буду просто помогать Стул мы ставим перед собой спинкой к себе Ставим ноги на ширину таза Пальцы стоп вытянуты, колени и бедра затянуты Да, отлично! Из этого положения поднимаем руки наверх на вдох Вытягиваемся и на выдох опускаемся вниз Ставим основание ладони на спинку стула Постепенно стул двигаем вперед так, чтобы руки выпрямились у вас Да, отлично! Таз проецируйте примерно на середину стоп Старайтесь не заваливаться назад, но и не заваливайтесь вперед При этом удерживайте поясницу ровной То есть старайтесь не прогибаться в пояснице Уводите ковчик назад для этого И поднимайте немного подвздошные кости вверх Далее руки сделайте активными Направляйте больше кости плеч в плечи И поднимайте локти вверх от пола Живот расслаблен Лопатки опускайте вниз Колени и бедра затянуты Возможно, вам пока покажется, что этот наклон очень легкий, очень простой Вы практически не чувствуете вытяжения Ничего страшного Здесь идет очень хорошее вытяжение позвоночника Очень хорошее расслабление живота И таким образом мы как бы поднимаем внутренние органы полости таза Вверх туда к животу Вверх к ребрам Таким образом идет поднятие очень хорошее Также это положение очень полезно для поясницы То есть мягкий живот, который уходит у вас под ребра Вот это у Диана Банха Она очень хорошо компенсирует спину То есть нет такого сильного вытяжения позвоночника агрессивного Есть скорее расширение и наполнение поясничного отдела Вот таким образом мы стоим примерно минуту-две Затем поднимаемся наверх, как хотите Можете просто поставить руки на таз и подняться полностью наверх Отлично Теперь поставьте ноги вместе Причем подойдите как можно ближе к стулу Или стул даже подвиньте чуть ближе к себе Затем Утхита прашватанасана Это поза наклона к одной ноге Сделайте шаг назад левой ногой Еще даже Маша пошире вставай Левая стопа немного разворачивается ко мне Вот так, молодец, хорошо Правая стопа смотрит точно вперед Обратите внимание, что Маша доворачивает таз И делает его параллельным короткому краю коврика Теперь на вдох поднимаем руки наверх Уртфахастасана и на выдох опускаемся вниз Ставим основание ладони на спинку стула И стул даже, Маша, двигая еще вперед То есть основание ладони вперед-вперед-вперед от себя Да, вот так, комфортно? Отлично Здесь мы продолжаем работать активно с ногами Правое колено у нас затянуто Бедро плотное И внутренний край правой стопы Хорошенько прижимайте к полу Вставляйте правую бедренную кость в таз И направляйте, как бы насаживайте таз На правую бедренную кость Сразу здесь отводите внешнее правое бедро Вверх и назад туда А внешнее левое бедро вперед И активно прижимайте левую пятку к полу Таким образом вы хорошенько расширяете и наполняете свою левую голень А вообще голень, бедро заворачиваете вовнутрь А голень выворачиваете наоборот наружу Угу, хорошо Лопатки в себя, кости плеч в плечи Замечательно И опять поднимемся наверх Поставим руки на таз И сделаем полный подъем наверх Отлично Шагаем вперед Можно попереминаться с ноги на ногу, если хочется И все делаем в другую сторону Ноги вместе Правой ногой делаем хороший отшаг назад Выравниваем обязательно таз Доворачиваем его Делаем его смотрящим вперед Руки наверх Вдох Уртфахастасана И на выдох опускаемся вниз Давай капельку подвинем его Наоборот к тебе Угу Нормально? Угу Хорошо Вы как бы внутренние локти Выворачиваете вверх в потолок И тем самым вы приподнимаете локти И предплечье вверх от пола То есть в руках не провисаете Направляете кости плеч в плечи И отводите плечи и трапеции назад от ушей Ваша шея остается всегда длинной Так, дальше Таз ровный То есть внешнее левое бедро вверх и назад Внешнее правое бедро вперед Левая нога абсолютно затянута Правая нога тоже абсолютно прямая И правая пятка вдавливается в пол Я хочу, чтобы в основном вы вдавливали в пол Именно внешнюю правую пятку Прямо направляете ее к полу Да, отлично Заворачиваете бедро немного вовнутрь Вращаете его вовнутрь Угу Отлично А голень наоборот Наружу Выворачиваете Отправляете все к внешней правой пятке Живот также расслаблен Также идет у вас легкая удеяна банха Которая поднимает внутренние органы полости таза Этого достаточно Аккуратно поднимаемся наверх Ставим руки на таз И полностью вырастаем Хорошо Поставьте ноги вместе Замечательно Сейчас мы идем дальше А дальше мы с вами сделаем скручивание Этот же стульчик Я его переставляю на коврик Чтобы просто было удобней Наверное, поставим вот таким образом Маша, ты сейчас садишься вот сюда ногами Получается на стул Угу Да, вот таким образом Хорошо Ноги стоят на полу На ширине таза В идеале между коленями У вас должен быть либо кирпичик Либо также вы можете взять одеяло Свернуть его в несколько раз И между коленями зажать Да Это дает хорошую фиксацию Хорошую фиксацию именно тазовых костей То есть ваш таз не будет разворачиваться Руки на бедра Вы вытягиваетесь хорошенько вверх Но не прогибаетесь в пояснице Да, то есть нижние и передние ребра назад Подвздошные кости тоже роняете назад Затем, как только готовы На выдох мы скручиваемся вправо Ставим руки на спинку стула Левой рукой вы тянете стул на себя А правой рукой отталкиваетесь от стула И таким образом вы разворачиваете максимально весь плечевой пояс И скручиваете таким образом позвонок за позвонком Продолжайте чувствовать что-то Может быть это кирпичик Может быть это плед между коленями И чувствуйте, что левое бедро у вас уходит назад А правый таз, то есть правый крестец Направляется вперед И таким образом вы удерживаете свой таз Компактным и стабильным Вы не позволяете ему разворачиваться Еще немного докрутитесь Локти не роняйте, старайтесь локти даже поднимать немного вверх от пола Живот расслаблен И затем аккуратно раскручиваемся, возвращаемся Поддерживаем одеяло, плед И разворачиваемся, пересаживаемся на другую сторону Да, точно так же плед у вас между коленями Пятки примерно под коленями Таз стабильный, подвздошные кости назад То есть не сидите вот таким образом Давай мы аж покажем прогиб Да, ни в коем случае вам будет казаться Что вы вытягиваетесь очень сильно вверх Но нет, наоборот Ощущение немного круглой спины в области поясницы И затем на очередной выдох Вы скручиваетесь теперь влево опять же к спинке стула Левой рукой вы толкаете спинку стула вперед Правой рукой тянете спинку стула наоборот на себя И постепенно разворачиваете весь плечевой пояс, скручивая позвонок за позвонком Проверяйте свою поясницу Не позволяйте в ней себе прогибаться Удерживайте подвздошные кости как бы направленными назад То есть роняйте их даже назад туда к спине Но в грудном отделе наоборот прогибаетесь То есть лопатки выталкиваете наоборот вперед И раскрываете грудную клетку, расширяете ее Если шея не болит, то подбородок над левым плечом Если вы чувствуете боль в шее, неприятные ощущения То подбородок сохраняйте над грудиной Либо вообще разворачивайте голову в противоположную сторону Отлично, Маш Разворачивайся обратно Хорошо, давай мне одеялко, вставай наверх Немного усилим те наклоны, которые мы с вами только что делали Мы ставим стул опять перед ковриком Только теперь уже с сидушкой к себе Давай, Маш, я, наверное, сначала покажу Потом мы сделаем вместе с тобой Мы поставим ноги на ширину таза Также вытянемся руками наверх И на выдох опустимся вниз Здесь я голову опускаю на лоб Прямо на сидушку Руками держусь за сидушку стула Либо за ножки, как вам удобно Локти поднимаю немного вверх Плечи уводим от ушей Колени и бедра затянуты Затем также поднимемся И поднимемся полностью наверх Давайте попробуем Итак Поставим ноги на ширину таза Вытянемся Руки поднимем наверх на вдох И на выдох, проворачиваясь в костях таза Опускаемся вниз Если надо, Маша, двигай стул ближе к себе Да, теперь смотрите Если вдруг вы не дотягиваетесь головой до стула То есть вам слишком низко для вас этот наклон Маша, давай покажем Вот если мы не дотягиваемся, да Допустим, вот в таком положении То вы берете что-то Например, опять же, плед Либо кирпичик Может быть, даже книгу просто возьмете И кладете под голову на стул До тех пор, пока ваша голова не опустится на эту опору Давай мы уберем с тобой, потому что ты легко дотягиваешься Хорошо Вы держитесь удобно за сидение стула И локти поднимаете немного вверх Это даст втягивание, впитывание лопаток То есть в грудном отделе мы пытаемся прогнуться Ноги сильные, колени затянуты, бедра плотные Таз компактный Внешние пятки нагружаете и давите в пол Вот в этих наклонах в идеале Если вы будете закрывать глаза Пусть ваше лицо полностью расслабляется Пусть расслабляется кожа головы Пусть расслабляется шея Эти наклоны очень хорошо успокаивают Эти наклоны очень хорошо умиротворяют То есть если вы чувствуете, например, что вечером У вас слишком возбужденное состояние Вы не можете уснуть То лучше, если вы поделаете несколько наклонов С опорой под головой Это очень хорошо успокаивает и восстанавливает Кстати, такие наклоны полезны при повышенном давлении затем мы поднимаемся наверх если вам комфортно вы можете спокойно эти позы доводить до двух минут теперь подходит голова не кружится все хорошо легкое головокружение после наклонов глубоких это нормально просто немного отдохнуть и потом приступить дальше а теперь мы подшагиваем ближе к стулу практически под стулом стоим ноги вместе и повторяем те же наклоны которые мы с вами делали до этого левой ногой отшагиваем назад хорошо утхита прошватанасана пятка стоит смотрите чтобы пятка стояла то есть если вы чувствуете что пятка не встает лучше поближе подшагнуть руки также поднимаем наверх на вдох и на выдох мы опять опускаемся вниз хорошо так давай маша подвинем стул еще чуть ближе к себе чтобы ваша голова легко опустилась до руками также держитесь за сидение стула локти поднимаете немного вверх лопатки направляете опять вниз здесь правая нога абсолютно затянута правое бедро отводим назад а внешнее бедро внешнее левое бедро направляем вперед левую пятку вдавливайте в пол пусть левая голень расширяется и наполняется это очень важно чувствовать под левой пяткой что-то твердое какую-то опору но в крайнем случае тогда подложите что-то под пятку если совсем прям жесткие икры у вас здесь опять закрывайте глаза расслабляйте лицо расслабляйте кожу головы шею расслабляйте расслабляйте живот и чувствуете как живот действительно прям поднимается легкая у дьяна банха идет у дьяна банха это второй замок всего три замка в йоге существует отлично и отсюда мы тоже поднимемся наверх можно поставить руки на таз либо просто оттолкнуться от стула под шагнем вперед поставим ноги вместе если хочется можете немного попереминаться с ноги на ногу до отдохнуть немного и еще раз ноги вместе правой ногой отшагиваем назад хорошо положение удобное таз доворачиваем отлично поднимаем руки наверх на вдох и на выдох также опускаемся вниз да если надо двигайте ближе стул двигайте дальше стул напоминаю не достаете головой до стула подложите что-нибудь еще выше еще выше еще выше до тех пор пока голова не опустится если совсем тело жесткая вполне возможно что будет достаточно остановиться на тех наклонах когда вы вытягивали руки на спинку стула до живот расслаблен внешнее левое бедро назад внешнее правое бедро вперед внутренний край левой стопы прижимайте к полу старайтесь внутренний край левой стопы не отрывать от пола хотя идет тенденция именно к этому но сопротивляйтесь побудьте здесь еще некоторое время еще несколько дыхательных циклов продолжайте хорошенько вытягиваться и затем мы тоже поднимаемся наверх поставим руки на таз и сделаем полный подъем наверх шагнем вперед можно попереминаться с ноги на ногу отлично как дела ваши все хорошо замечательно давайте пойдем дальше и сделаем еще более глубокие наклоны для этого нам надо перевернуть стул значит мы разворачиваем свой стул и ставим таким образом чтобы спинка упиралась у нас в пол ножки стула торчали вверх посмотрите предварительно перед тем как выполнять эти позы посмотрите чтобы сиденье было крепкое чтобы она не продавилась и не выпало у вас эта техника безопасности затем мы встанем таким образом чтобы одна ноги примерно на ширину стула на ширину таза до примерно ставим одну и вторую ногу так чтобы стопы ушли в диагональ то есть пятки у меня уходят вниз а пальцы стоп поднимаются вверх наоборот сразу говорю не переносите вес тела назад иначе вместе со стулом вы полетите назад то есть больше наклон сразу вперед и возможно вы останетесь пока только здесь может быть вы сможете опуститься ниже ниже и возможно вы вообще достанете до пола и так маша давай попробуем вставай аккуратно одной ногой и второй отлично пятки немного наружу пяточки наоборот наружу то есть смотрите чтобы внешние края стопы сюда не вставай я думаю что ты нормально встанешь ага да отлично удобно смотрите чтобы внешние до внешние края стоп у вас были параллельны друг другу и затем по тип постепенно аккуратно опускаемся вниз постепенно аккуратно опускаемся вниз настолько насколько это вообще возможно сейчас для вас может быть вы будете вообще пока только наверху находиться а может быть вы сможете спуститься как можно ниже чуть ниже голову чтобы шею вас вытягивалась и удлинялась и хорошенько выпрямляйте колени толкая колени и бедра назад этот наклон дает прекрасное вытяжение задней поверхности нашего тела особенно идет акцент на икроножные мышцы то есть сейчас мы с вами растягиваем икры растягиваем голени и одновременно с этим мы укрепляем с вами голеностопы очень хорошо то есть вот эти передние сухожилия стоп очень хорошо здесь работают побудьте в этом положении некоторое время хорошо и затем аккуратно отсюда выходим спускаемся на землю встаем хорошо поднимаемся наверх все хорошо отлично да очень хорошо тянет действительно так и следующее наше положение это утхита прошватанас на опять то есть тот же самый наклон который мы с вами делали только что только стул у нас был под руками либо под головой и сразу оттуда наверное перейдем на паривриту триконасан я сначала покажу потом мы сделаем все вместе мы поставим правую ногу сначала опустимся держимся за ножки стула правую ногу ставим посередине точно по центру левой ногой я делаю хороший от шаг назад выравниваю таз вытягиваюсь грудиной вперед если можем то опускаемся ниже ниже и ниже настолько насколько это возможно вытягиваемся хорошенько может быть руки у вас пойдут даже сверху сверху лучше удлиняем себя затем мы приподнимемся немного наверх и левую руку перебросим на опору правой руки то есть данном случае вот на эту ножку правую руку поставим на таз и отталкиваясь левой рукой начнем разворачиваться слева направо вот таким образом сохраняя левую пятку конечно же на земле если вам будет легко вы будете опускаться ниже ниже и ниже может быть вы поставите руку вот сюда то есть на сиденье и если будет совсем легко то поднимем правую руку наверх затем опустимся вниз поднимемся отсюда отдохнем немного и все сделаем другую сторону давайте попробуем и так ставим правую ногу посередине левой ногой отшагиваем назад левая стопа немного развернута в сторону вы выравниваете таз то есть ваш таз смотрит точно вперед руками возможно будете немного давить в ножки стул и как бы толкать их назад как будто хотите стул продвинуть назад грудина тогда будет вытягиваться очень хорошо вперед затем мы постепенно опускаемся вниз настолько насколько это возможно как вам удобно вытягивайтесь больше грудиный вперед отлично левую пятку продолжайте давить в пол правая нога активно затягивается и правая бедренная кость хорошо вставляется в таз таз очень компактный очень затянутый удерживайте это положение некоторое время вращайте левую левую голень изнутри наружу и давите левую пятку больше в пол бедро заворачивайте еще вовнутрь хорошо теперь мы приподнимаемся немного наверх да отлично руки ставим в ножки стула даже еще маша можно повыше немножечко да отлично левую руку перекидываем на опору правой руки правую руку пока на таз пока на таз вот здесь очень важно удержать баланс я тебе предлагаю сразу руку вот сюда поставить пониже держишь чуть чуть пониже еще вот так умничка вот отлично и отталкиваясь левой рукой разворачиваем себя слева направо до слева направо держите равновесие если вам тяжело останьтесь пока здесь если вам наоборот легко то спускайтесь постепенно ниже 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 может быть вы поставите левую руку на сидение да отлично держим баланс главное левую лопатку опускайте вниз а правую ключицу наоборот поднимайте вверх и если здесь тоже легко то поднимите правую руку наверх вытяните ее отлично ладонь смотрит вперед продолжайте отталкиваться левой рукой разворачивать себя слева направо продолжайте левую пятку давить в пол правая нога активно затягивается затем на выдох мы опускаемся вниз аккуратно раскручиваемся и поднимаемся наверх хорошо отлично немного отдохнуть можно попереминаться с ноги на ногу чуть-чуть расслабились и все сделаем другую сторону ставим левую ногу теперь на стул ставьте посередине можно даже выше поднимать ногу если стул позволяет это сделать правой ногой отшагиваем назад выравниваем таз пока сильно низко не опускаемся а скорее давим ладошками в ножки стула нет пока не опускайся выпрямили локти и толкай как бы стул назад хочешь его протолкнуть назад от грудина у тебя наоборот будет продвигаться вперед и вот если легко тогда начинаем постепенно опускаться вниз да все ниже 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 постепенно себя растягиваем правую пятку продолжаем вдавливать в пол очень хорошо растягиваем себя может быть вот сюда сможешь может поставить руки то есть смотри как тебе удобней удобно да то есть можешь еще ниже опускаться здесь у нас одновременно вытягивается левая нога очень хорошо и также одновременно мы очень хорошо с вами растягиваем правую уголь не расширяем и наполняем ее держите ноги очень сильными затянутыми что левую что правую не сгибайте ноги находитесь лучше выше если ваши ноги сгибаются то есть приоритет отдавайте прямым ногам вытянутым ногам отлично теперь мы немного приподнимемся поставим руки в ножке стула хорошо теперь перекиньте правую руку на опору левой руки левую руку поставьте на таз и развернитесь слева направо да отлично правую лопатку то есть право налево до правую лопатку опускайте постепенно вниз и если можете до опускаетесь постепенно правой рукой вниз либо по ножке стула и либо может быть вы поставите прям в сиденье стула, как вам удобно, так и выполняйте эту позу. И если все в порядке, то поднимите свою левую руку вверх в потолок и продолжайте активно скручиваться справа налево, опуская правую лопатку вниз и толкая ее вперед, а левую ключицу поднимая вверх и уводя назад. Правую пятку к полу еще. Отлично. На выдох мы опускаемся и спокойно поднимаемся наверх. Замечательно. Выходим из этого положения. Как ощущения? Как ноги? Все хорошо? Да, действительно, баланс здесь нужно искать. То есть смотрите, аккуратнее здесь работайте. Если вы чувствуете, что не можете удержать баланс, лучше не поднимайте голову, не поднимайте взгляд. То есть пусть взгляд идет куда-то вниз на одну неподвижную точку. Так вам будет проще. И сконцентрируйтесь, сосредоточьтесь, потому что иначе просто можете упасть. Замечательно. Мы с вами пойдем дальше. Сейчас мы разворачиваем стульчик вот таким образом и уже опустимся вниз. Я здесь тоже буду сейчас работать. Так, Маша, сейчас, наверное, переходишь на эту сторону. Я, наверное, остаюсь здесь. Значит, смотри, лицом друг к другу будем все это выполнять. Мы опускаемся вниз сейчас. Вытягиваем ноги вперед под стул. Возможно, даже стул будете двигать ближе к себе. То есть здесь уже как получится, как вам будет удобней. И мы сейчас будем делать наклон к одной ноге. Джана Шершасана будет только при Врито. Итак, правую ногу согните, подтяните ее к себе. Опустите правое колено вниз и отведите правое колено прямо в сторону. То есть делайте так, чтобы правая пятка направилась к правому паху. Угол в бедрах у вас идет 90 и более. Левая нога активная, левая стопа вертикальна. Затем, если хочешь, Маша, можешь сначала посмотреть на меня, потом присоединиться. Мы разворачиваемся вправо, скручиваемся. И затем правой рукой я ухожу к стулу, к спинке стула. Голову опускаю на стул. Затем, если надо, двигаю стул даже ближе к себе. Затем левую руку провожу под стул и берусь за сидение. И начинаю потихоньку себя разворачивать слева направо. Все, Маша, давай присоединяйся. То есть разворачиваемся вправо. Да, отлично. Правой рукой уходим. Ага, двигай ближе стульчик к себе немножко. Легко, достала? Отлично. А голову опускаем на сидение. Если в этом положении вы чувствуете, что голова никак не опускается на сидение, то положите под голову что-нибудь, например, одеяло. Да, отлично. Второй рукой, левой рукой мы цепляемся, беремся, получается, за сидение стула, либо за ножку. Это уже как вам удобно. И потихоньку, потихоньку разворачиваем себя слева направо. Здесь мы побудем некоторое время. Можно опять же закрыть глаза. Оставляйте левую ногу сильной. Левое колено затянуто. Не сгибайте левую ногу. И чувствуйте хорошее вытяжение в правом боку. В идеале, если есть возможность, то побудьте здесь прям до трех минут. Две-три минуты. Очень хорошее воздействие здесь идет на внутренние органы полости таза и полости живота. Хорошо. Затем мы аккуратно поднимаемся наверх, вырастаем с вами. Правую ногу освобождаем и вытягиваем правую ногу вперед к левой. Сейчас мы сделаем все в то же самое, только в другую сторону. Левую ногу подтяните к себе. Опустите колено вниз. Отведите левое колено в сторону и направьте левую пятку больше к левому паху. Развернитесь в левую сторону. И затем левой рукой мы уходим к спинке стула. Если надо, стул двигайте ближе к себе. Опустите голову на сиденье. Правой рукой возьмитесь за сиденье тоже. И мягко разворачивайте себя справа налево. Чувствуйте хорошее вытяжение в левом боку. Побудем здесь некоторое время. Старайтесь левый таз не поднимать. Опускайте постепенно левый таз вниз. Хорошо. Затем мы аккуратно поднимаемся наверх. Левую ногу освобождаем. И вытягиваем левую ногу вперед к правой. Хорошо. Теперь правую ногу еще раз к себе. Упавиштхаканасана. То есть правую ногу вытягиваем в сторону. Насколько это возможно. Не можете слишком далеко ее увести. Значит пусть будет этот угол уже. Если можете, значит делайте шире. Так. Отлично. И из этого положения мы делаем абсолютно то же самое. То есть скручиваемся вправо сначала. Затем правой рукой уходим к спинке стула. Голову опускаем. Левой рукой беремся удобно. И мягко вращаем себя слева направо. Чувствую хорошее вытяжение в правом боку. Отлично. Возможно вам покажется, что это положение проще, чем предыдущее. Действительно вытяжение здесь идет немного меньше. Но тем не менее оно есть. Затягивайте оба колена. Обе ноги абсолютно вытянутые, прямые. Побудьте здесь тоже подольше. Если есть возможность, прям доведите позу до трех минут. Затем мы поднимаемся. Освобождаем правую ногу и вытягиваем правую ногу вперед к левой. И делаем все в другую сторону. Левую ногу к себе. Разворачиваемся. Левую ногу вытягиваем в сторону. Обратите внимание, что правая нога осталась параллельно длинному краю коврика. Итак, разворачиваемся в левую сторону теперь. Теперь левой рукой уходим к спинке стула, опускаем голову и правой рукой беремся за сидение. Убирайте плечи от ушей и вращайте корпус справа налево. Тоже побудьте здесь подольше. Мы сейчас находимся здесь немного меньше. Буквально до минуты доводим позу. Если вам комфортно, если все хорошо, прям можете ставить на паузу. И пребывать в этом положении 2-3 минуты. Старайтесь левый таз не поднимать. Пусть ваш левый таз опускается вниз еще. Затем мы аккуратно поднимаемся наверх. Левую ногу освобождаем, вытягиваем ее вперед к правой. Замечательно. Сейчас мы поднимемся наверх с вами. Вырастаем. Следующее наше положение – это либо собака мордой вниз, адхамухвашванасана, либо уттанасана будет. Все зависит от вашего роста и от высоты стула. Значит, разворачиваем стул спинкой к себе. Берем какой-то плед, либо одеяло, либо может быть еще один коврик. И стелим этот плед на стул. Вот таким образом. Чтобы вот эта часть была помягче просто у нас. Затем я опускаюсь вниз так, чтобы паховые сгибы опустились как раз у меня на спинку стула. Затем опускаю руки в пол и опуская голову. Ну вот в данном случае у меня получается скорее собака мордой вниз. То есть я отошла ногами достаточно далеко от стула, опустила полностью руки и опустила голову. И вот здесь надо расслабиться. То есть повиснуть немного на спинке стула и позволить нижней части спины не просто вытянуться, а скорее расшириться и наполниться. Затем мы поднимемся с вами наверх, немного оттолкнемся от стула и полностью вырастаем. А как получается? Просто, Маша, мы подходим вперед так, чтобы паховые сгибы у тебя опустились. Достаешь, можешь даже на полупальцы сейчас пока встать, потом опустить их. Да, опускаешься вниз, возможно вы будете держаться только за ножки стула. То есть здесь уже как вам удобно. И опускаете голову, может быть лоб, прям опустите, может быть подбородок. Удобно, Маша? Удобно, отлично. Так, попробуй пятки опустить. Если ты подойдешь немножко вперед, они опустятся или нет? Нормально? Ну вот в данном случае вы видите, что у Маши как раз получился наклон. Если у меня это был треугольник такой, получалась собака мордой вниз, то у Маши это идет наклон. Прям руки как вам удобно. Вы можете даже их согнуть, держаться за ножки стула или за сиденья. Вы можете руки также на пол поставить или вообще расслабить, и пусть они у вас повиснут. Голова опущена, расслаблена. Расслабляйте полностью всю верхнюю часть своего тела, то есть расслабляйте полностью спину, позволяйте себе стекать вниз и чувствуйте, как постепенно спина, поясница у вас расширяется и наполняется. Есть такие ощущения, Маши? Есть, отлично, да. То есть вот с таким наклоном можно действительно расслабить полностью спину, благодаря такому наклону. Возьмите стул какой-то, какую-то опору и... Да, после работы, все правильно, Маши, после работы, вечером вполне возможно, что вы чувствуете какую-то усталость, тяжесть в спине. Так вот, вот такой наклон поможет вам очень хорошо расслабиться. Причем не только физически, не только в пояснице, но этот наклон еще очень хорошо расслабляет и успокаивает ментально нас. Вообще все наклоны, они действуют именно на расслабление и на успокоение. Пребывайте в этой позе столько, сколько вам комфортно. Можете спокойно доводить эту позу до двух минут. Живот при этом полностью расслаблен. Смотрите, чтобы не давил стул в живот. И еще один момент. Если вы небольшого роста, если стул наоборот высокий, и вы вообще никак не достаете ногами до земли, поставьте что-нибудь под ноги. Например, кирпичики, книги какие-то. То есть, ну, сделайте небольшую опору под стопами, чтобы вы повыше были. И затем мы аккуратно поднимаемся наверх. Потихоньку вырастаем. Все, хорошо. Комфортно? Замечательно. И дальше мы переходим на перевернутые позы. Это будет сарвангасана, стойка на плечах. И там же мы сделаем випариту карани и бадхаканасану. Итак, вот здесь как раз вам понадобятся пледы. И вам понадобится, опять же, стул. Стул мы поставим вот таким образом на своем коврике. Затем я беру пледы, разворачиваю их вот таким образом. Складываю пополам один плед. Да, и складываю, вот уже Маша сложила пополам второй плед. И кладем пледы вот таким образом. В данном случае я бы, наверное, добавила еще третий плед все-таки. Если, опять же, у вас хороший рост, вы можете этого не делать. Возможно, вам понадобится двух пледов. Вообще, поэкспериментируйте. Сделайте два пледа, потом три пледа. Потому что толщина пледов тоже у всех разная. Может быть, вообще будет достаточно одного пледа. Вот эта опора идет под плечи. То есть она нужна для того, чтобы ваша шея была свободной. Кладете вы эту опору близко к стулу. Дальше. Берете либо еще один плед, если у вас есть, либо коврик, либо все, что угодно. Складываете в четыре раза, в данном случае коврик, и кладете на стул. Прямо можно просунуть туда в стул. Для чего? Для того, чтобы стул был мягким, чтобы вам не передавил их крестец. И дальше я сначала покажу сама, а потом мы сделаем вместе с Машей. Итак, вы сядете на стул, перекинете ноги через спинку, и начнете опускаться вниз. Аккуратно, поддерживая себя руками, вы опускаетесь полностью вниз. Если надо, двигаетесь немного назад. Опускаетесь полностью. Опускаете голову и плечи. И вытягиваете руки вперед, беретесь за ножки стула. Если вдруг не дотянетесь, я сейчас покажу, что сделать. Дальше вы прямляете ноги вперед. Вот она, ваша сарвангасана. Вы стоите на плечах. Если все легко, если все в порядке, то вы поднимаете ноги наверх. Випарита карани. То есть ноги вытянуты вверх, крестец остался на стуле, живот полностью расслабляется. Затем мы переходим в бадхаканасану. То есть подошвы стоп соединяем. Прямо укладываем их на спинку стула и расслабляем ноги. В данном случае можно расслабиться и пусть живот стекает вниз из области таза к диафрагме. Затем мы выходим из этого положения. спускаемся, скатываемся вниз. Ноги на стул, а одеяло остается под крестцом. Некоторое время расслабляемся, переворачиваемся на любой бок и поднимаемся наверх. Давайте попробуем. Итак, Маша, садишься боком. Затем закидываешь ноги на спинку стула. Хорошо. Двигаешься немножко назад еще. Нет, подожди. То есть садитесь на краешек. Чуть-чуть вперед. Чуть-чуть еще. Затем аккуратно опускаемся вниз. Прямо на одеяло опускай руки. Прокатываешься еще вниз. Плечи. Опустила. Если нужно, скатись еще немножко вниз, чтобы плечи достали до одеял. Достают? Все. Руки вытягиваешь вперед. Под стул. Вот так. И вот как раз здесь, в данном случае, вы видите, что Маша не достает до ножек стула. Если у вас такое же происходит, то вы берете ремень, либо любой пояс, и захватываете ремешок. Все. То есть вы должны чувствовать, что вы держитесь за что-то. Это дает проворот плечей, плеч, да? И таким образом вы стоите на плечах. Отлично. Маша, комфортно тебе? Ты на плечах стоишь? Очень хорошо, да? Вот Маша говорит, что ей очень хорошо. Действительно, поза очень хорошо восстанавливает, расслабляет, очень хорошо наполняет нас энергией, и она комфортная очень. Теперь ножки попробуем выпрямить. Пусть они будут прямо на спинке стула, но выпрямляйте их. Удерживаешься? Замечательно. Это сарвангасана, это стойка на плечах. То есть в этом положении вы все-таки стоите больше на плечах. Подворачиваете их вовнутрь под себя и вдавливаете их в одеяло. Лицо полностью расслаблено. Если вы чувствуете, что идет сильное напряжение в лицо, давит глаза, тогда в таком случае выходите лучше из позы раньше. У нас в этом положении идут три позы подряд. Вы можете по времени так разбить. Первое положение, сарвангасану обычную, выполнять минуты три, потом випариту карани минуту и бадхаканасану минуту. Примерно так. То есть если вам тяжело, вы можете, конечно, по времени все это меньше делать. Можете остановиться только на одной позе, в следующий раз делать другую позу. Поза прекрасно расслабляет живот, низ живота. То есть вы сейчас, может быть, видите даже, и Маша точно чувствует, что живот практически он прям впал и ушел туда под ребра. Правда, Маша? И, конечно же, он не просто ушел, он ушел вместе с внутренними органами. То есть если у вас идет тенденция к опусканию внутренних органов, то это ваша поза. Очень хорошо мы стимулируем большой круг кровообращения. Идет профилактика варикозного расширения вен. То есть идет отток крови, венозной крови от конечностей к сердцу. Стимулируем также щитовидную железу. То есть, видите, этот идет Джаланхара-банха, горловой замок. Таким образом, мы с вами работаем с щитовидкой, стимулируем щитовидную железу и налаживаем гормональный фон. Я вам напоминаю, что во время женских дней, во время периода вы не выполняете перевернутые позы. Хорошо. Маша, давай попробуем. Попробуй поднять одну и вторую ногу наверх, сохраняя таз, крестец на стуле. Сохранила? Угу, хорошо. То есть, вы продолжаете создавать вот этот прогиб. Вы не опустились вниз, не провалились, а вы продолжаете прогибаться, направляя подбородок хорошенько, грудином хорошенько к подбородку. Ноги вытягиваете вверх, а живот продолжаете расслаблять. Угу. Тоже, наверное, одна из самых лучших пост на восстановление. Старайтесь вытягивать ноги наверх, внутренними краями стоп вытягивайтесь наверх. Если вам никак не дается эта поза именно из-за растяжки, что тело жесткое, вы можете такой вариант сделать. Просто согнуть колени, да, пусть ваши ноги, стопы опустятся вниз, повиснут прям, да, а колени смотрят точно вверх. Чувствуешь, может, то же самое, да, идет, но не приходится выпрямлять ноги. То есть бедра точно перпендикулярны по отношению к полу, крестец также на опоре, на стуле. Вы также прогибаетесь, но вот эти места расслаблены, и они просто повисают. А мы двигаемся дальше, и мы сейчас укладываем ноги в бадха-канасану именно на сидение стула. Да, отлично. Стопы прям можешь соединять даже. Удобно? И вот в данном случае, если до этого, я говорила, все время прогибайтесь, раскрывайте грудную клетку, да, то есть направляйте грудь к подбородку, то здесь я, наоборот, попрошу вас расслабиться, и как будто стекать вниз. Да. Это положение еще сильнее дает вытяжение живота, и живот иногда даже с болезненными ощущениями вытягивается вниз, опускается вниз. Так вот, если вы чувствуете, что больно, неприятные ощущения, попробуйте потерпеть немного и понаблюдать, что происходит дальше. Если боль усиливается, лучше выходите из положения. Если нет, то пусть присутствует, потом она постепенно уйдет. Скорее всего, есть какие-то спазмы, которые просто вытягиваются и расслабляются. Маша, ты здесь уверенно держишься именно руками на плечах? Как думаешь, если мы отпустим ремень, ты не скатишься вниз? Так вот, если вы уверенно держитесь в этом положении, то попробуйте согнуть локти, вывести их вперед. Машенька, прям выводи из-под стула, сможешь вывести их? Да, вот сюда. И руки положите под углом 90 градусов на одеяло. Держишься нормально? Просто иногда бывает, что вы скатываетесь тогда вниз, тогда лучше этого не делать. Продолжать держаться за стул, за ножки стула, либо через ремень. Если же все в порядке, то вы таким образом вообще полностью расслабляетесь. То есть считайте, что это уже небольшая шавасана у вас идет. И затем мы потихоньку скатываемся вниз. Прям, Маша, опускайся вниз. Да, я тебя поддерживаю на всякий случай. Вот таким образом. Хорошо. Да. И чуть-чуть, Маша, приподними таз капельку. Нет, 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 оставайся здесь, просто таз приподними немножечко. Угу, опускай. Обратите внимание, вот сейчас Маша лежит, и у нее создался небольшой прогиб. То есть копчик и ягодицы, они немного уходят вниз. Прогиб идет небольшой в спине. Это идет очень хорошее восстановление сейчас после предыдущих поз. А ноги остались на стуле. Поэтому, возможно, когда вы будете выполнять эту позу, вам придется, когда вы спуститесь уже вниз, вам придется стул немного отодвинуть вперед, чтобы вам было комфортно. Ноги как удобно. Колени могут быть вместе, можно колени развалить в разные стороны. То есть как они у вас лягут, как вам будет удобно, так вы и будете находиться здесь. Удобно, да, Маша? Угу. В принципе, на этом вы можете даже завершить занятие и остаться в этом положении еще на 5, может быть, даже 7 минут. И это уже будет ваша шавасана. Может быть, вы уберете просто из-под себя одеяло, как я сейчас покажу, приподнимаешь таз, убираем одеяло просто в сторону, да, опускаем спинку вниз, а ноги остаются у нас на стуле. Можно эти одеяло переложить на голени, и это даст очень хорошее расслабление в области спины и в области живота. Особенно такая шавасана показана тем, у кого есть проблемы со спиной, с поясницей конкретно. То есть, если болит спина, если болит поясница, то лучше, если вы останетесь в этом положении еще на некоторое время. Если хотите, вы можете поменять и сделать другую шавасану, которая тоже у нас идет со стулом, но здесь и дополнительно будем использовать ремешочек еще. Мы сейчас Маше покажем эту шавасану. Переворачиваемся на любой бок, можешь от меня отвернуться и поднимайся наверх. Хорошо. Этот коврик я пока убираю в сторону. Стульчик мы кладем вот таким образом. Значит, смотрите, Маша, ты можешь пока вот сюда сесть даже. Значит, смотрите, вы ставите стул на свой коврик, берете ремень, если нет ремня, любой пояс подойдет, то есть все, что угодно, и надеваете этот ремень на сиденье стула. В данном случае у меня ремень, поэтому я его закрепляю. Вот таким образом. Значит, ремешок чуть-чуть не касается земли. Чуть-чуть не касается земли. Потом, если что, отрегулируете. То есть, в принципе, вот этот конец, край ремня у вас висит сбоку, поэтому вы можете самостоятельно отрегулировать это положение, эту высоту. И вот сейчас Маша ложится головой под стул, укладывая голову, именно вот это место, да, получается, затылок, укладывает на ремешочек. Аккуратно, Машенька, туда. Угу. Вот, хорошо. Чуть-чуть. Сейчас я тебе помогу приподнять голову. Угу. Если надо, ремень двигайте, либо сами двигайтесь немножечко. Вот так. Удобно сейчас? Угу. Повыше, пониже не надо? Нет. Все. Выпрямляем ноги, ноги примерно на ширине таза. Комфортно? Как в гамаке. Как в гамаке. Да, Маша говорит, как в гамаке. Действительно, это положение не только дает хорошее вытяжение шеи, шейного отдела позвоночника, но и дает ощущение полета. И, соответственно, это очень хорошо восстанавливает и расслабляет нас ментально. Руки вы разворачиваете, как обычно, ладонями вверх. Если хочется, вы можете укрыться сверху пледом. Может, тебе не холодно? Можно. Можно, да. да. Сегодня такое восстанавливающее занятие, восстанавливающая практика. Вы можете развернуть тот плед, который вы использовали только что, укрыться, накрыться пледом, приглушить свет. И сейчас мы постараемся с вами полностью расслабиться и полностью отдохнуть. Закройте глаза. Отпускайте полностью границы своего тела. Расслабляйте руки, расслабляйте ноги. Расслабьте живот. Расслабьте полностью лицо. Сглотнем слюну. Разомкнем зубы. Расслабим губы. Расслабляем язык. Расслабляем полностью полностью кожу головы. Успокоим свой ум. Разум. И ощутим внутри себя полное спокойствие и умиротворение. Варенье. Расслабляем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сядьте удобно, закройте глаза Приподнимите руки и соприкосните ладони перед грудью Мысленно поблагодарим себя за работу, за практику, себя и друг друга Склоним голову Распустим руки, положим их на бедра Приоткроем глаза И приподнимем голову Намасте Спасибо вам большое за практику Спасибо за работу Наше занятие окончено Спасибо, Машенька На этом мы с вами завершаем До новых встреч Субтитры подогнали Симон